Яхромский аграрный колледж во все времена славился своими профессиями и замечательным профессорско-преподавательским составом. В советское время колледж давал сельхозотрасли, механизаторов, зоотехников, агрономов, агрохимиков. Сюда, в поселок Новосеньково, съезжались абитуриенты со всего Советского Союза. Сегодня профильных факультетов в колледже поубавилось, да и студентов стало меньше. Поэтому сегодня приоритетной задачей для руководства учебного заведения стало профориентирование учащихся школ. Для выполнения этой важной задачи существует несколько эффективных способов. В этом году немножечко поправили программу и сократили ее до двух лет. То есть у нас восьмой, девятый класс и ребята получают уже профессию. Дальше они, естественно, сориентировавшись, получив какие-то навыки, знания базовые, уже делают свой выбор. Причем для того, чтобы они правильно сделали свой выбор и была возможность этого выбора, у нас расширен список наших специальностей. То есть сегодня мы обучаем по восьми специальностям, где есть и технические специальности, и гуманитарные специальности. То есть практически каждый абитуриент может удовлетворить свои потребности, сделав выбор в этом. Одним из эффективных способов привлечь молодежь в Яхромский колледж остается связь со школами. Для этого заключаются соглашения, в рамках которых организовываются экскурсии в учебные заведения, читаются лекции. Я узнал о колледже от их представителей в моей школе. Они приходили ко мне в девятом классе и я решил попробовать обучаться здесь. Обучаюсь здесь. Вот уже третий курс, не жалею ни разу. Мне все нравится. Ребятам, которые проживают в Дмитровском округе, проще узнать об учебных заведениях. О факультетах и профессиях можно узнать от друзей и знакомых. А вот для иногородних надежным источником информации остается сеть интернет. Кстати, сегодня в колледже обучаются ребята из Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Чувашии, Чукотки. Я здесь живу, поэтому я всегда знала существование Яхромского колледжа. Обучалась в местной школе и общалась с ребятами тут постарше, которые тут учатся. Они мне рассказывали, что тут происходит, чем тут занимаются, какие преподаватели. И то, что тут можно раскрыться с разных сторон и показать себя не только как ученика, но и как личность. В советское время была воплощена в жизнь очень хорошая идея приглашать в определенный день будущих студентов на предприятия и в учебные заведения для ознакомления с производством и учебным процессом. Так это мероприятие и назвали «День открытых дверей». В Яхромском аграрном колледже «День открытых дверей» проводится ежегодно в апреле месяце. Буквально за один день школьники узнают обо всех восьми специальностях и некоторые из них без раздумий выбирают колледж. К сожалению, на сегодняшний день не существует единой государственной программы профориентирования. Не все школы имеют соглашение с предприятиями, но опыт тех, кто занимается профориентацией, показывает – это эффективный способ дать молодым людям интересную профессию и удержать их в России. Остается дело за государством – обеспечить молодых специалистов перспективной работой.